Если вы хотите узнать то, насколько хуёвая экономика Аризона РП и почему Ричи не прав, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика, как и полагается, Аризона, роли PlayFenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, поэтому заходите туда и ознакомьтесь со всей информацией именно там. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому заходите туда, подписывайтесь и узнавайте обо всех самых свежих новостях, самыми первыми. Там же есть, знаете ли, ссылка, гиперссылка на конфу в телеграме, там уже 30 человек активнейшим образом общаются. Заходите туда и узнавайте обо всем этом сами, либо посредством своих друзей. Ну, а мы начинаем. Недавно Ричи выпустил видеоролик, в котором рассказывал то, опровергал миф, разрушал легенды, баги и вот все прочее по поводу экономики Аризона РП. Вот вы знаете, со времен обзоров Данила Геррера сложилось такое впечатление, что экономика на Аризона Ролеплей, она самая хуевая. Что она типа донатная, что там донат машины и так далее. Обзоры Данила Геррера, он уже сам давно признает, что они не особо-таки правдивы, записаны на юношеском максимализме и на пиздюковском максимализме, на всех прочих вещах. И то, что их уже давным-давно надо бы переснять. Однако, большое количество людей до сих пор ссылается на обзоры Данила Геррера при упоминании каких-либо проектов, при том, что даже большое количество проблем, описанных Данилом Герреры, уже были исправлены на этих самых серверах. Поэтому, как бы, ну, перед тем, как все это делать, вы, ну, подумайте несколько раз, возможно, два, возможно, три, возможно, пять. И уже после всего этого, как бы, ну, сами должны понимать, наверное, да, как все это делается. То есть, обзоры Данила Геррера уже давно, знаете ли, не волативны, не интересны, но вот до сих пор осталось среди людей такое мнение, такой, знаете ли, стереотип сложился, что на Arizona Roller Play самая хуевая экономика. То есть, стоит там все дохуя, там страницы в донате тоже дохуя, то есть, всего там дохуя и экономика вследствие этого хуйня, залупа полная. Ричи, в свою очередь, выпустил видеоролик с примерно вот таким же контекстом, подтекстом того, что я вам сказал в начале, просто он уделил этому намного меньше времени, а больше времени уделил тому, вот, как зарабатываются именно все вот эти вот, знаете ли, деньги. Провел там свои расчеты, подсчеты всего этого и вывалил все это на людей. И, казалось бы, что ролик вполне аргументированный, вполне правдивый, я вообще против Ричи ничего не имею, то есть, не знаю, есть ли у него какие-то, там, знаете ли, грехи или что-то наподобие того, но лично мне вот Ричи симпатизирует как человек, как GTA-самп-ютубер, один из немногих, таких, знаете ли, хороших GTA-самп-ютуберов. Как бы, хороших GTA-самп-ютуберов мало, если мало ли вы обо всем этом не знаете, можете посмотреть самп-обзор сезон 2, весь GTA-самп-ютуб, который вышел не так давно, там все подробнейшим образом объясняется, и все это, как бы, сами понимаете, нужно посмотреть, чтобы быть в курсе всех этих событий. Так вот, Ричи заснял свой ролик, Ричи, там, его полностью выложил, полностью все это сделал, то есть, подсчитал, вот, сколько понадобится времени игроку, чтобы, там, заработать на автомобиль, по-моему, это был Регина, насколько я понимаю, и на какой-нибудь, там, знаете, дешевый дом, при этом, всем предполагается, что игрок будет в армии на первом ранге, то есть, там, все это активнейшим образом подсчитал, все это рассказал, все это сделал, и, по итогу, пост с данным видеороликом публикуется. В паблик, знаете ли, желтоушный, я его тут не буду называть, в котором обычно происходят все эти холивары по поводу проектов, аризон РП и так далее, то есть, понимаете, в чем дело, когда публикуется информация о каком-нибудь проекте, там, о новом каком-то обновлении и так далее, то всем абсолютно точно поебать, там, Даймонд РП, там, я не знаю, Адванс Ролеплей, сам РП, всем поебать, но вот, когда публикуются какие-то, знаете ли, новостные сводки об Аризон РП, то сразу вот начинаются вот эти вот все возгласы, ой, блять, какая же хуевая экономика, блять, донат машина и т-т-т-т-т-т-т, то есть, это ненормально, когда у людей до сих пор вот в 2020 году, то есть, с обзоров Даниила Геррера уже сколько прошло, там, я не знаю, 5 лет, по-моему, да, то есть, 5 лет, сами представляете, уже, блять, человек мог родиться и умереть за 5 лет, а тут, я не знаю, тут до сих пор люди вспоминают вот эти вот все обзоры, все вот эти тезисы из вот этих вот самых обзоров, донат машины, сука, скины бомжей, обман, блять, спиздили, спиздили, блять, пидорасы, Данил Геррера, ну что ж ты натворил-то, блять, ну что ж ты наделал, сука ты такая, а? Ну ладно, без обид, хотя можешь и обижаться, похуй, вот, и как бы выложили данный видеоролик в данное сообщество, все кратеньким образом расписали, сказали там, типа, вот, там, все так он посчитал, там, автомобиль, т-т-т-т-т-т-т, за сколько можно купить, за сколько можно купить на аналогичных проектах, по итогу вообще оказалось, что экономика Аризоны самая дружелюбная из всех проектов, которые там были, там, что-то, Адванс Роллиплей, Даймонд Роллиплей, был еще какой-то проект, насколько я понимаю, и, в общем-то, вообще, то есть он все это выложил, и люди, люди просто ебанаты, Че я могу сказать, то есть я всегда говорил, что люди, большинство людей, оно, блять, тупые, тупые, большинство людей, и вот тут так же, то есть, типа, ебать, вы че ебанулись, типа, там, я не знаю, экономика Даймонда, она в 100-500 раз пиже, чем экономика вот этой, блять, вашей пиздозоны, Аризоны и так далее, то есть, типа, там, знаете, в дурку его, блять, кто ему туда интернет провел и все такое, то есть люди реально, вот им все уже разложили, а они все равно упираются Зачем? Для чего? Типа, ну, это ж пиздец вообще, блять, ну, и люди припоминают какие-то, знаете, единичные случаи, когда, допустим, на заправках какой-то долбоеб может установить, там, я не знаю, максимальную цену за бензин, при том, что такое делают минимальное количество людей, или, там, магазины 24 на 7, в которые человек заходит и могут, там, я не знаю, вот какое-нибудь пиво или какие-нибудь чипсы в магазине стоить 15 тысяч вертов, и это все припоминается, почему-то, я не понимаю, почему, то есть людям лишь бы доебаться, вот, то есть, есть что-то такое, знаете ли, популярное, и людям лишь бы доебаться до чего-то вот такого вот популярного, то есть им вообще поебать на то, что Arizona Roleplay это, как бы, самый крупный рекламодатель в GTA Sampi, то есть, то, что она содержит большое количество ютуберов, в том числе меня, в том числе других людей, то есть им вообще на все это поебать, то, что большинство ютуберов бы не существовало, в принципе, без Arizona Roleplay, им вообще на все это похуй, то есть им поебать на то, что Arizona, там, я не знаю, а каждый месяц, по крайней мере, раньше старалась выпускать обновления, сейчас, конечно же, это все будет намного реже, и то, что они делают прям максимальную работу, и то, что фишки, которые появляются на Arizona Roleplay сейчас, они только через, там, месяц, два, три, возможно, через год появятся на каком-то еще проекте, но это же пиздец, как же вообще так-то получается, однако, что, опять же, могу сказать, Ричи заснял замечательный видеоролик, такой, знаете, один из немногих замечательных видеороликов у GTA Sampi ютуберов, советую вам всем с ним ознакомиться, разумеется, как бы, Ричи, там, я не знаю, топ-2 или топ-3 GTA Sampi ютубер, поэтому и он как-то в моих, во всех этих поручениях не особо нуждается, тем не менее, как бы, могу посоветовать, могу порекомендовать данный ролик к просмотру, но всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Fenix в описании, а там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда, подписывайтесь, или заходите вот туда и регистрируйтесь на мой никнейм Данте Коннор. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok